всем привет давно не снимал никаких видео наверное год мне так кажется да все время меня останавливает что надо заморачиваться выставлять свет камеры и так пока нет такого постоянного места где бы я мог более-менее выставить технику поэтому нет желания делать и поэтому я решил просто записать такой лайф видео просто это как бы не стрим но ничего наверное вырезать отсюда я сильно не буду без заморочек просто решил значит рассказать про то как я вообще столкнулся и столкнулся а как я решил погрузиться в мир пленочные фотографии пленочная фотография вообще в моей жизни наверное появилась очень давно еще наверное в начале 90-х годов когда у нас дома появился автоаппарат смена и такой маленький пластиковый автоаппарат забыл слово и там у нас еще было прям родители купили прям полностью всю фото лабораторию со всеми проявителями глинцевателями закрепителями ванночками и прочим но тогда что-то не пошло как-то просто это я бегал с фотоаппаратом он мне нравилось как он щелкал когда нажимаешь затвора мне нравилось как он щелкал у него прикольный звук и все дальше дело не пошло потом в дальнейшем мы купили мыльницу кодек пленочную и тогда много снимали с семьей мы всегда брали отпуск всякие поездки пленка была очень доступная и мы много-много делали снимков на этот аппарат кода даже один раз сломался мы монтировали сейчас этот аппарат стоит мы и коллекция пленочных аппаратов вот вот здесь вот на полке да и потом когда я уже в осознанном взрослом возрасте я начал заниматься профессиональной фотографией со временем я решил собрать коллекцию пленочных аппарат и даже не пленочных вообще каких-то интересных топор про коллекцию расскажу как-нибудь потом но скажу так что этот аппарат кодек который был наш сми он не до сих пор стоит как я уже сказал и также потом в дальнейшем нашел в продаже фотоаппарат смена я забыл модель я его тоже нашел и он также стоит моей коллекции пленочных фотоаппарат и коллекция со временем разрасталась и в один момент я купил такую небольшую коробку одного мужчины где были разные фотоаппараты мыльницы современные ну как современные такие уже на флешку который снимают без зеркалки маленькие и пленочные фотоаппараты были и там был зенит аппарат зенит покажу его вот такой вот звенит ет он там лежал и как-то я щелкнул и снял сделал снимок и такое ощущение не показалось что там как будто пленок я пошел в ванну и полной темноте я открыл заднюю крышку и просто прощупал внутренности и да там действительно была пленка я закрылся аккуратно и начал губить похожу поснимаю я вот ходил снимал сколько это можно было купил фотоаппарат в нем была уже заряжена пленка и я ходил снимал фотографировал сделал несколько кадров у меня был об этом пост в вк а когда я пленку проявил это оказалось цветная пленка нормально неплохие кадры получились я даже был удивлен но где-то автоаппарат пропускает свет я потом как почитал это вообще беда зенитов они со временем пропускают свет через шторку шторка неравномерно закрывается я может сейчас конечно ошибаюсь но насколько мне позволяют мне говорить мои знания это все дело в шторке шторка равномерно закрывается и а пропускает свет и поэтому на всех кадрах в одном и том же месте снизу было такое световое пятно она не портила фотография на добавляла некий шарм но все равно как бы такое хотелось бы получить более менее чистый кадр вот ну как бы я такой подумал интересно интересно снимать на пленку давно на пленку не снимал и дальше я значит загорелся идеей что я хочу себе купить фотоаппарат который снимал на пленку но с современными с использованием современных объективов которые у меня уже парк объективов есть и я стал искать такие фотоаппараты нашел в своем городе магазин где камер было очень много почему не все в отличном состоянии я выбрал автоаппарат вот такой вот сейчас я вам покажу это canon 650 просто 650 без всяких д и прочее то есть canon eos 650 это зеркальный фотоаппарат выпущенный в 1987 году с ним ровесники и это по моему насколько я также знаю это первый фотоаппарат с байонетом еф и тогда на тот момент это была супер технология здесь есть автофокус и объективы с ним сразу представили линейку объективов почему мне понравился фотоаппарат очень удобный хват то есть я рассматривал другие фотоаппараты вот марки canon но у этого мне понравился хват то есть он в руке лежит ну прям очень удобно ничем не уступая современным фотоаппаратом я его приобрел но у меня пугало то что на него нужна батарейка и батарейка она специфическая и почему-то я был уверен что туда нужны обычные пальчиковые батарейки но казалось что нет нам нужна интересная батарейка вот такая вот интересно первый раз такую батарейку я увидел эта батарейка класса 2 cr5 и я сначала такое подогнался бы мы блин где вот реку возьму оказалось что это не такая проблема они есть в продаже и супермаркете конечно не купить наверное ну да обычно супермаркетах ее нет но в каких-то магазинах более-менее кто специализируется на аккумуляторах эта батарейка продажи есть и все я потом приобрел батарейку приобрел вот такую вот пленку самую это самая такая дешевая пленка да мне тут картинки отличается а нет хотя нет такая же да тоже профилайн 400 iso 36 кадров это черно-белая пленка самая которая дешевенькая и мне было интересно просто снимать на эту пленку и вот собрав такой комплект я отправился в отпуск я решил поехать в отпуск взял с собой замечательный фотоаппарат но у меня еще был свой зеркальный фотоаппарат это canon 90d который с которым я работаю с которыми работал да сейчас нет фотоаппарат уже нет с которым я работал и взял с собой оптику и отправился вот про отпуск не за может быть расскажу тоже ездил что видел что смотрел сейчас речь не об этом сейчас речь о фото значит что я на фотографии сейчас покажу те кадры которые я отснял не некоторые не все что некоторые там никто не нравится есть которые семья у меня на фотографиях покажу те которые вот это наверное один из первых снимках которые я сделал на автоаппарат канал 650 там мой сын вот так среди цветов здесь находится прикольно что здесь контрастик что по краям она такой темновато и он как бы в такой белой олейке сам такой весь на контрасте вообще на черно-белую пленку лучше снимать вообще в черно-белой фотографии да здесь черно-белой фотографии лучше снимать когда есть большой контраст между объектами это добавляет такой они не сливаются дальнейшем покажу чем я говорю что они будут разделены между собой тоже мой папа поливает тоже как мы видим задний план он достаточно темный мой папа он такой попадает лучи света моя племянница вот мы видим немножечко сливается да что у нее светлая одежда тот же светлое небо и вот если бы она как бы попадала наверное больше на было больше тренов там за день при от дерева была которая тень создает тогда было немножко поинтересно но тем не менее только просто мне нравится как но есть небольшой всяк что небо и одежда сливаются вот например это мама моей жены вот она рисует и как мы видим здесь сильный свет идет от лампы на стол и все остальное как бы создает тень по бокам которые создают такую виньетку очень интересный кадр можно разглядывать человек что-то тоже делает вот снова мой сын вот например хороший пример то есть это я сделал снимок через стекло и мы видим что он весь так оно освещен а сзади все у него уходит в тень и плюс еще так как это снято через стекло мы можем видеть небольшой фрагмент отражения и это создает такой интересный эффект вот и пусти ну и я как бы вообще шелкую да что открыл да открыл черно-белую фотографию для себя что черно-белые снимки лучше делать вот на таких вот на контрастах дальше мы поехали в горы там я сделал вот такой это нет это не моя жена это подруга моей жены и вот мы там сделали такую фотографию и так как была облачность постоянно светотеневой рисунок он менялся и вот я успел сделать такой снимок что человек здесь у нас получается в в таком получе света до в зоне где свет а сзади гора она полностью ушла в тень и получается такой контраст и снимок но приобретает такой некий характер и вот следующий снимок если я покажу здесь уже свет как бы все освещает свет все освещает и хоть кадр мне тоже нравится он интересный но нет такого контраста как у предыдущей фотографии давайте сравним да здесь вот прям такой характерный снимок да я бы так сказал здесь здесь наверное характер создается за счет широкого угла но все равно как бы то что все освещено это же есть небольшое то что сливается и внизу земля трава сток сена одежда гора они немножечко имеют один спектр и бы сказал до всех серого поэтому да вот на контрасте снимки выглядят поинтереснее ну и вот например да тоже если бы у нас больше здесь было игры света и тени то снимок казался бы был более интересный а здесь все так оно вот небо прям прикольно мне нравится но от нижней фотографии она прям такая неконтрастная плосковато смотрится вот эту охранную собаку сфотографировал здесь прикольно то что собака вся она белая все остальное такое темноватое и какой-то же интересный получился рисунок дальше у меня там отпуск уже заканчивался и я уже в городе поснимал вот бабушка идет мимо памятника это мой друг илья ходили уже просто дофото выли пленку много кадров остался ну и дома и от фотографировал сына тоже мы видим здесь мало контраста и получается немножечко такой плосковатый рисунок получился вот моя жена с сыном сидят снималось все на широкий угол и моя жена как бодибилдер у меня получилось рука такая большая даже здесь вот мы видим что здесь сверху слева падает свет и лица ну больше на лице больше света и поэтому они больше освещены чем вот такой передний план размыть и темный что создает некую такую виньет что у нас там по плану мои ощущения по поводу помещения по поводу пленочной фотографии это интересный интересный опыт это сам процесс интересный что заряжаете пленку фотографируйте все эти проявку вам надают кадр там напечатанные цифровом виде но единственный минус который наверное меня сейчас останавливают прям погрузиться в пленочную фотографию эта цена сейчас цена примерно 1000 рублей можно чуть дешевле найти на черно-белую 800 до 900 рублей можно найти черно-белую пленку это как бы ну так но я не сказал что это дорого но и не дешево то есть это наверно такой основной сдерживающий фактор который останавливает меня еще больше погрузиться в пленочной фотографии но у меня мой друг который как раз был на фотографии он тоже купил пленочный фотоаппарат и он прям погруз он купил все пленки которые все виды пленок которые можно найти по одной штуке вот сравнивает пленки и цветные черно-белой помню не покупал цветным там скупил я пока что-то так не созрел я для такой для для такого погружения но может быть когда-нибудь вернусь в этом сам процесс съемки сам процесс съемки был забавный потому что но все-таки у меня была всего одна пленка с собой и это 36 кадров кстати поводу пленки вот на зените там такая особенность что туда заряжать пленку нужно прям как сказать то есть прям надо вот ее продеть сквозь там специальные зазоры чтобы она там не слетела канона все гораздо лучше просто пленка заряжается кладется не надо никуда там просовывать закрывается и он сам подхватывает пленку и проматывает это намного удобнее и если например даже с собой брать несколько катушек пленки и менять их где-то в полях то с этим проблем не будет не будет такого что пленка просто вы фотографируете пленка стоит на месте то есть здесь все это продумано и очень все удобно и самое интересное что хоть здесь на этом фотоаппарате и есть автоматический режим который там приоритет диафрагма приоритет выдержки есть и они замеряют вам ну сколько вам как нужно прикрыть диафрагму или нужно сделать выдержку но тем не менее нет таких по моим показателей экспозомера нет экспонометра нет какой-то лампочки экспозомера и поэтому у меня так как у меня был фотоаппарат canon 90d я фотографировал на него смотрел какие показатели он выдает выставлял примерные показатели точно такие же на пленочном фотоаппарате уже снимал с этими показателями почему примерно такие же сказал что потому что здесь выдержка одна двухтысячная это максимальная выдержка поэтому если допустим на 90d при солнечной погоде мне показал там одна четырехтысячная даже при ярком свете было то здесь такое поставить ему приходилось закрывать диафрагму поэтому я фотографировал на цифровую на зеркальный фотоаппарат проводил фотосессию когда мы вот уезжали когда в отпуске был проводил фотосессию на зеркальный фотоаппарат потом смотрел параметры делал несколько кадров уже на пленку вот то есть ну то есть это такое некое баловство да мне казалось что сейчас на пленку сделаю пару кадров вот но процесс проявки в моем городе я не знаю как в других городах других фото лабораториях так как процесс видимо проявки цветной пленки и черно-белая не отличаются поэтому я отдавал черно-белую пленку и мне пришлось ждать на полу неделю или чуть меньше там человек набирает заказ и потом видимо сразу все это проявляет уже отдает поэтому мне пришлось немножечко подождать некий увидел я не сразу ну я . был удивлен неделю ждать вот это ничего страшного просто такой вот нюанс и что я могу сказать ну в качестве итога фотографировать на пленку мне понравилось это интересно это даже увлекательно но не так что прям меня это сильно захватило наверное черно-белая фотография меня больше захватила я в этот же отпуск я даже на зеркальный фотоаппарат поставил черно-белый режим так как пленка черно-белая подумал что я буду фотографировать все в чб и даже черно-белая фотография меня больше захватила что вот эта игра света тени ты не обращаешь внимание на цвет ты просто снимаешь и смотришь где какие объекты контрастные где-то падает цвет это более интересно и тем кто хочет погрузиться в пленочную фотографию я наверное порекомендовал бы сначала провести себе такие некие челленджи по поводу например поснимаете все в чб вот или отключите экранчик на своем фотоаппарате не смотрите что у вас получилось старайтесь сделать сразу кадр со с первого раза и вот тогда как бы вы уже будете прокачивать себе какие-то навыки такие челленджи будет устраивать это намного мне кажется интереснее и результативнее чем вот вы купите пленку и будете мне там снимать потому что говорю говорю это как раз мое субъективное мнение что мне больше понравилось даже снимать в чб чем вот прям на пленку пленка пленка тем не менее это интересно да и из такого что чтобы я еще порекомендовал если люди хотят заниматься пленочной фотографии не спешите например например также из челленджи вы можете фотографировать и печатать свои снимки потому что многие сейчас не многие сейчас печатают прям вот так целенаправленно для себя например едете в отпуск провели какую-то съемку отобрали там например 30 кадров напечатайте начать этих большого формата и изначально когда будете фотографировать делайте ставку на то что вы снимки потом будете печатать и для чего это да для того чтобы было понимание а я хочу этот снимок напечатать он должен быть красивый он не должен быть просто так что я сижу здесь все стали в рядок фотографирую вас на фоне там горы нет делайте ставку на то что вы должны снять некий шедевр который будет висеть у вас на стене который будет стоять в рамки у вас на полке в большом формате но это вот то что его порекомендовал взамен пленочные графики вот ну а так если вы прям поняли что пленочная фотография для вас до погрузиться то это будет даже круто тем более пленочные фотоаппараты до сих пор выпускают данном компания пентакс выпустила пленочный фотоаппарат полукадровый потом как-нибудь может быть об этом поговорим но а если вы думаете как разнообразить вашу фото жизнь то я уже вот порекомендовал фото печать это фото челленджи съемка в чб какие-то специальные искусственные ограничения себе выставляете чтобы прокачать свои навыки вот такой был мой небольшой рассказ о пленочной фотографии надеюсь я еще к нему вернусь покажу свою коллекцию пленочных фотоаппаратов и даже может пофотографируй тем более у меня есть просто простенький фотоаппарат среднего формата тоже хотелось бы их попробовать и поснимать на среднем фотоаппарат всем спасибо за просмотр с вами был тимофей надеюсь прощаюсь ненадолго до скорых встреч встреч